всем привет будет очередной бложек должен быть не этот выпуск должен быть другой но так получилось что я блогер от бога и с компьютера удалил все файлы было записано на два блога то есть перед этим должны были еще быть 2 но так получилось что все файлы удалились и как то так то есть их уже не будет их не вернуть не знаю как удалились из папки и почему-то зашел в корзину и корзина очищена от файлов так было у меня такое было вот немножко расскажу что было в тех бога да какую информацию там мы разбирали мотор от артик это полностью разобран был и уже отправлены цилиндры на восстановление не косили не косила не косили кому как как правильно не знаю как правильно но как она есть то есть был разобран серёгин мотор дат артик это и свой мотор я до конца разобрал в принципе свой мотор там у меня только низ был не разобран я только не сразу брал посмотрел но еще не определился с тем что делать с коленвалом то есть надо тут зона сделать звонок другу тоже заниматься снегоходами проконсультироваться то есть одна голова хорошо а две лучше это коленвал который с мотора который в казань ну кто смотрит меня постоянно тот понял с которого мотора здесь у нас не было резьбы сейчас резьба полностью восстановлена и делали это мне парни на большом станке так как у меня слишком маленький станок да это тв4 тв6 но они однотипно там немножко разница есть них но не суть и и получается так что шатун шатуны не проходят как бы если их допустим привязать скотчем в таком положении связать то они не проходят над станины то есть шатун упираться вот здесь немножко не проходит но на обратном движении как бы получаться слива то есть не проходит можно да можно было допустим сюда полки привязать и шатуны чтобы вверх были и как-то это все дело проточить но точение и нарезание резьбы да было бы под пиранием задним центром а задним центром подпирать как бы не очень есть хорошо потому что коленвал то есть задним центром подпирать все-таки надо усилие там не маленькая коленвал согнет в этой щеке и в этой щеке то есть будет очень сильное биение все равно вот на этом конце то есть здесь зажмется патрон а здесь центром поэтому отдал парням на большой станок сюда дел два триста шестых подшипника они уже как сняты да то есть подготовлен коленвал к сборку на сборку вот было два одета триста шестых подшипника и через люнет все это делаю проточено если бы не было варианта тогда чтобы можно было кому-то съездить жить где-то на в отдаленной деревне и кроме вот такого станка как тв-4 или тв-6 ничего бы не было я бы приспособился конечно и сделал бы наем до восстановил резьбу вот но так как есть парни кто занимается токаркой у их и фрезерной и токарной есть то есть танки большие там начиная один кажется два есть сто процентов дип 300 это 1 м 63 это вообще здоровенный станок с 6 метровой станины то есть как-то так парни на профессиональном уровне занимаются точат точат на производство детали вот и поэтому было решено то есть не извращаться на своем станке не заниматься на низу отдать им и парни не сделали и давайте немножко объясню покажу из-за чего заклинил мотор от артик это все-таки кто смотрит постоянно может быть ждал этого видео но парни все уже не дождет не дождетесь или такого видео не будет это именно разборка дефектовка двигатель вот такой казус у нас получился я был действительно прав в том что из поршня вывалилась вывалился штифт поршневого кольца и кольцо просто-напросто провернула и задрала выхлопное окно как окно там блин широко но где-то она знаете какой шириной сейчас даже вам померю плюс-минус прикинул если смотреть на эти отверстия это отверстие со стороны выхлопа ну там интересный мотор да на артикете там и впуск и выпуск с одной стороны то есть на цилиндрах есть только выхлопные окна впуск идет в картер двигателя поэтому этот мотор с очень широкой широкой фазой впуска вот и здесь промеж этих отверстий где-то 60 миллиметров но выхлопное окно там в районе 50 55 миллиметров то есть очень широко и получилось до кольцо провернула вот если посмотреть на эту часть вот и мы здесь видим что замок поршневого кольца он не сломан но эту частичку поршневого кольца отвернула так и получаем поршневые кольца по факту должны быть вот с этой стороны вот это верхнее поршневое кольцо и ему ничего не сделалось его только как бы изогнула и все она не провернулась но как вы можете заметить здесь самого штифта нету он просто-напросто вывалился ну так отодвинул кольцо и мы можем наблюдать штифт поршневого кольца он просто-напросто утонул в поршень утонул в поршень я думал он сначала сломался да но потом как бы когда вы просто ну вот так вот пару раз стукнул и верхнюю верхний штифт вывалился по факту отверстия в поршне под штифт просверлены очень глубоко и штифт коротковат и он просто-напросто вот как на этом кольце он утонул из-за этого провернулись кольца от вибрации то есть кольцо провернулась и попала в выход и выхлоп я уже его задрала то есть подорвала башку поршню тот такая же самая история происходит с бурановскими поршнями когда поршни вы ставите парни наоборот не той стороной это получаем если не той стороной бурановский поршень поставить верхний замок поршневого кольца он будет почти что ровно посередине выхлопного окна это же видите то есть от нагрева кольца они как бы расширяются свешиваются выхлоп и уже выхлопе когда поршень идет вниз ему подрывает голову ну и тут тоже самое то есть из-за такой хрени минус цилиндр минус поршень да то есть как-то так его разорвало цилиндры там с задиром ну такие миллиметров миллиметра три наверное где-то глубиной то есть но это парни нам восстановят геометрию цилиндра и нанесут новый никосиль из естественно расхоннингуют его уже под номинальный размер и будут поршни поршни будем брать наверное прокс спи мне не очень нравятся поршни качествовалось пьяных поршней так себе проксовские поршни в руках крутил до этого как бы должны ходить лучше можно еще заказать поршневую помимо прокса можно заказать вайсека васика но васика точно знаю что это ковка один раз видел вживую этот поршень очень качественно сделано это ковка ковка это будет ну на ковке надо делать зазоры гораздо больше тепловый зазор получаться гораздо больше там от 0 15 миллиметров 0 15 на 16 миллиметров на 8 именно на ковке надел поэтому будет мотор мотор будет звенеть но были как бы участвовать виде где-то бы например на этом снегоходе в соревнованиях до васика бывающие идеально поршни больше держите по нагрузке такое как бы кованым поршнем хороший но как я говорю зазор на делать больше и он будет в гражданском моторе он будет звенеть будет то есть неприятный будет звук то есть собрал нового мотора он тебя там через в районе 500 там до 1000 километров он у тебя зазвенит как помойка но по факту он будет нормально работать на звон будет поэтому думаю что поршни будут прокс спи они точно не спи спи они больше еще не нравится потому что они с тифоновым покрытием а любое тепло тифонового покрытия она стирается и естественно тифон имеет какую-то какой-то слой да то есть там ну хотя бы там пару соток может сотку но это сотка моментально там уйдет на период откатки на уже стерется соответственно разбирал артикет вот в том видео было изготовление вот этого съемника это съемник махайка именно на артикет и вот такой съемник сделать на буран тайга и брпи то есть на все эти моторы не подойдет как бы можно было бы брпишный мотор разобрать таким съемником но с ним происходит вот такие казусы то есть они выгибаются и маховик от брпишки очень сложно снять потому что он еще сидит на фиксатор резьбы а здесь же сделано у меня про . про . чтобы он ну как и на брпи как и на бурановской тайговском маховике есть вот такой выступ и чтобы съемник плотно плотно подходил к маховикам дальше уже продолжаем пилить новый новые файлы сзади у меня стоит буран буран привезли сворды и сейчас я вам покажу прикол когда вы храните когда охотники это именно до хранят снегоходы вместе где лежит овес и тому подобное если так отсюда присмотреться выхлопной коллектор там что-то лежит беленькая ну я также у верстака застояла и заметил подхожу ближе смотрю овес ну ладно а если туда вот так заглянуть короче парни там целый цилиндр опилок с овсом со всем месте в этом цилиндре нету потому что там поршень видите он закрыт цилиндр закрыт и все нормально туда мышка не натаскала в этом поршень поршень находится внизу и там короче целая камера сгорания опилок и овса вот такой прикол может быть позвонил хозяину позвонил хозяину я мне сказал что мотор вроде бы пытался как бы прокрутить как-то так то есть думаю что придется еще и мотор разобрать а мотор этот собирал я два года назад или год назад ну кто помнит то постоянно смотрит в этом месте у меня стоял снегоход такой оранжевый мотор ну такого цвета оранжевый рамы было долго у меня этот снегоход не забирали и по факту его короче вообще продали за копейки и вот женя этот снегоход выкупил за небольшие деньги мотор тут собран то есть картер у нас старый двухканальный но он сто процентов помню что он должен быть на вареный на вареный под четырехканалку и цилиндр уже четырехканально стоит то есть остальные и коленвал по моему здесь новый вот как то так то есть мотор абсолютно новый собран был на кажется пятом карбюраторе карбюратор тоже новый топливный насос как всем ставлю но сейчас допустим вот по топливным насосом это насос от вас 210107 лучше парни покупайте насосы вас 2108 но девятка восьмерка и так сейчас я вам покажу разницу в чем разница в чем разница есть лежит новый насосик абсолютно новый насос и разница у их выходе штуцеров тоже это не один раз объяснял лучше получается вот этот 208 насос потому что у ее штуцера идут под прямым углом и вот такого перегиба как бы не получается тут видите даже никто никуда не ездил и шланг уже порвался не такого качества шлангов просто и все у меня на своем снибоходе стоит точно такой же вот с таким же выходом за четыре года ничего никуда не не порвалась единственное единственное что она сделать с этим 08 насосом если посмотрим стрелка показывает вверх как бы да а нам нужно от бака получаться вот по шлангу и топливо сюда пришло то есть вот эту верхнюю часть надо развернуть на 180 градусов открутив вот эти шесть болтиков и развернуть его на 180 градусов и насос начнет качать другую сторону все все манипуляции что она произвести с этим насосом этот снегоход привезли там лежат гусеницы надо будет заменить гусеницы ну выставить двигатель настроить вариаторы посмотреть разобрать коробку поэтому может быть если я успею по времени я вам сниму видео были не знаю ну парни обещать не буду но может быть видео сниму как собирать коробку реверса но вместе с заменой гусениц если успеем я вам сниму то есть просто-напросто меня сейчас очень много моторов на сборке на сборке и вот в память промеж моторов на сделать этот снегоход что поддать блина снимать видео это снимать видео это не один день то есть это дня три только одно видео пор снимать грубо говоря можно это все сделать весь снегоход за день можно там перебрать со съемками видео это будет дня три не меньше потому что потому что попробуйте снимать видео поймете меня о чем я то это не это все очень долго как-то так так сейчас все немножко рассказал объяснил чтобы в тех блогах показал всего начнем и будем наверно скорее всего в этом божике собирать мотор казань это был первый мотор казань и мотор который поедет у нас белозерска то есть который мы до этого в блогах дефектовали разбирали эти моторы был собирать то есть казань и белозерска а потом уже все остальные сборку двигателя начнем с подготовки подготовки тут немало тут блин на целый день еще работы с подготовкой так как мотор был 4 канал когда именно цилиндры четырехканально двумишь можно видеть это по отметке но картер это универсальный картер он с двухканальными окнами поэтому мы сейчас все отметим разметимся пропилим окна под четырехканалку с делами шире в таком исполнении этот мотор у нас хоть и цилиндры четырехканальная картер двухканальный там получается здоровые ступеньки представляете да то есть вот столько мяса торчит цилиндра окна маленькие и это моторы по факту это я их обычно называют полуторки то есть он не не 28 ими три четыре где-то посередине то есть с такими продувать но с такими ступенями в продувочных каналах на больших оборотах на каких он должен выдавать там свои 34 лошадиные силы он их выдавать не будет потому что смесь будет срывать завихрять и наполнение от этого только ухудшится карте у нас какие те разы говорил в очень хорошем состоянии то есть он как новый мотор этот проехал 5000 километров по судя по спидометру цилиндры будут новые оригинал и и будет карбюратор меку не был кажется 5 час меку не переходнички тоже впускной коллектор тоже оригинал тоже ну как-то так размечаемся это процесс показывать не буду потому что это все долго это на сначала все отметить потом выкрутить все шпильки распилить потом вкрутить обратно короче тут это один геморрой и сейчас со съемкой видео это мне и так за день не успеть снимать видео это вообще неделю надо делать картер каналы полностью готовы теперь они стали широкими все красивенько все сделано просверлил отверстия для смазки крайних подшипников для продувки подшипников да с этой стороны они выглядят вот таким образом этот картер попался но он уже более свежий и у его вот это отверстие под болт и подкрепление основания но без резьбы и поэтому она просверлено не так глубоко поэтому на таких картерах можно сделать отверстие со стороны зажигания побольше тело позволяет но со стороны вариатора оба отверстия семерки семерки сразу же сразу же нарезала резьбу под штуцер штуцер для тайговского насоса переходничок такой он будет вкручен в картер так ну и вот так вот рабочее место такое все вопилки это на вот сейчас все убрать перебрать с картером все цилиндры естественно ну как я говорил колечки уже вырезаны по месту и сектора из них убрать это чтобы настоящий работали давать сразу покажу как это выглядит страна зажигания это правая сторона правую сторону составе так вставляется это все и вот так это все дело выглядит если взять подшипник подшипник ну естественно с другой стороны вот вплотную сальник и через такое отверстие будет хорошая продувка именно подшипников ну и естественно смазка и смазкой сальников то есть это все четенько работает как-то так так и естественно запилены вкусные окна полностью подогнан впускной коллектор подогнат выходные окна вот на этих цилиндров попались нормально немножко убрал шероховатость тут только все как-то так на вкус я тоже нет небольшой ступеньки там вот именно там где гильза прикасаться к самому алюминию были ступенечкой все убрано если тоже будете убирать и как бы пилить саму гильзу да немножко то не забывайте после этой обработки нужно обязательно снимать фаски а иначе может сломать эти самые поршневые кольца так все это все надо сейчас прибраться убраться вот от этой всей пыли ну и будем заниматься уже коленчатым валом смотрим на состояние коленевала со стороны вариатора у нас получается биение в 6 соток серединка серединка только-только где-то сотка полторы сотки и вот эта часть если индикатор переставить то три соточки будет три соточки в районе трех там две с половиной две с половиной это биение в 3 сотки сейчас маленько может прибавиться потому что здесь у 6 соток то есть мы отсюда биение 600 ну эти 6 соток постараемся убрать и к нам прилипнет на середину и прилипнет на эту сторону главное чтобы он поправился поправился остальное нас не волнует некоторое время спустя плюс-минус где-то в районе 40 минут у нас получился вот такой результат так здесь у нас серединка поставлено 0 примерно чтоб вам понятнее было сторона вариатора так соточка полторы полторы соточки в одном месте скачет стрелка видите тут царапины есть и индикатор уже вот такие царапинки он это все счет здесь сотка на серединке на середине получается у нас тоже сотка полторы сотки и сторона сторона зажигания магнет то если быть точным если быть точным сторона магнет то нас получилось в районе двух соток как и было три не 2 отлично вау поправился хороший результат не собран не собран поршни одеты и кольца на месте обязательно убеждайтесь что поставили все колечки стопорные и состоит все стопорные колечки кто-то из вас парни спрашивал типа как ты устанавливаешь поршневые кольца сейчас немножко объясню покажу может поймете можете поймете блин я не знаю у меня это получается уже на автомате то есть никаких мучений с этим не происходит сейчас покажу как я это делаю перед тем как ставить цилиндры это уже тоже не один раз объяснял намазы вам сначала вкусной коллектор герметиком чтобы герметик подсох чтобы потом нормально приклеились хорошо прокладки ну не прокладки колечки маленькие с большим кольцом ни у кого никогда думаю что проблем не возникает а с маленьким могут быть проблемы поэтому наносим герметик наносим герметик и получается пока мы будем ставить цилиндры герметик подсохнет колечки четенько вклеится начинаем с левого цилиндра прокладку отделе немножко маслишко чуть-чуть вообще буквально капелюшку раз помазали и все так сразу же поправляем кольца чтобы они были ну примерно на замках примерно на замках одеваем цилиндров так верхняя есть нижняя поправляем есть дальше это так как этот поршень внизу будет очень неудобно просто вот пальцами придерживаем цилиндров поднимаем правый поршень кверху нам стало гораздо удобней так раз вот вот таким образом сейчас переставлю так прокладочку подготовил я всегда прокладки мажу герметиком потому что прокладки у меня вырезаны четко ровно по контуру цилиндров ну и чтобы она приклеилась картеру можете мазать можете не мазать то есть по сути дела можно не мазать пара нет когда он хороший он будет держать будет держать нормально так вытираю руки от герметика герметика и поехали сейчас прокладочку опустим ну и так как цилиндров картер был запилен по цилиндрам то и тут сразу прокладку выставляем так чтобы она лежала уже на своем месте чтобы все было четенько контуры чтобы совпадали так все готов чем к проверяем снова как у нас стоят кольца берем цилиндров берем масло вот так на пилюшечку небольшой размазываем его готовчик вытираем руку так сейчас может быть неудобно мне мешает немножко камера я зайду с другой стороны нет камера стоит мне просто неловко неловко с этой стороны обычно с другой стороны это дело но так как надо вам показать сделаю с этой стороны задавляем кольцо так верхнее кольцо есть верхнее кольцо есть нижнее нижнее кольцо есть все кольца на месте проворачиваем обычно я проворачиваю так чтобы вот так выходные окна чтобы были закрыты оба ну и видите вот она маслишко немножко смазали она сразу по всему цилиндру размазывать все дальше у нас впускной коллектор как я и сказал намазан герметиком герметик подсыхает но так как я все цилиндры быстро поставил это у нас заняло чем минут минуты 3-4 до установка обоих цилиндров поэтому я немножко еще сейчас покурю и уже установил впускной коллектор и так мужчина у нас следующий день моторчик я дособирал и сейчас опрессовываться стоит минут так 5-7 уже стоит и у нас давление держится держится давление под стравите минут 10 хватит достаточно если смотрите допуски по опрессовке но это это прибор мерять давление в у человека да то есть он показывает миллиметры ртутного столба больше 200 80 60 накачивать в мотор в принципе не надо это уже где-то в районе в районе полу атмосферы как бы но это уже лишь к могут просто-напросто вылететь сальники там дальше если целую атмосферу закачать то вылетят сальники нефиге так и получаться то есть накачиваем где-то 260 280 240 сколько-нибудь да и если в течение пяти минут давление падает там единиц на 20-30 это будет еще мотор в допуске то есть он в принципе герметичный считается это в течение пяти минут из давления падает если качнули и давление момента стрелка потихоньку сразу начала уходить но это уже мотор не герметично так остается что не пришла еще посылка хозяина забыл отправить выхлопной коллектор поэтому пока что его отставляем в сторону и занимаемся мотором который поедет белозерска с этим все опрессованный убираем его пусть стоит так скажем настаиваться мотор в казань который поедет ну традиционно запустим три раза к мотору только-только тепленький минуту на 20 назад работал запустим три раза к она сейчас еще покажу угол опережения зажигания может на улице аж 0 а то вот все мотор готов кинка сейчас упакован и поедем транспорту отправим его следующий мотор делом который поедет белозерск а пока этот отправляем в пэке заберем еще приехал двигатель по моему с питера тот мотор заберем короче мотор в казань уехал идем забирать мотор который приехал с питера приехали парни в гараж получается при этот мотор у нас брена сразу подписать его это у нас приехал он с выборга выборг у нас под питером недалеко от питера километров вы это у нас лен область прислали получается новый коленвал коленвал китай это у нас китай никаких обозначениях на шатунах нету ну и шатуны завод обычно у завода это коленвал нового образца до получаться у заводского коленвала идут медненные шатуны здесь на китайском валу отличается лабиринты они сделаны из другого сплава алюминия вот этот подшипник на заводском он идет волготский волготский подшипник он отличается сразу же то есть видите такой вот как то так ну ладно вал китай новый новый думаю сколько-нибудь походит цилиндров не было но цилиндра на нового скорее после всего поставить дэш на охлаждение у людей уже куплено карточка зелено какое-то время они были зеленые чтобы не подделывали маховик от контактного зажигания поэтому это не пойдет дали в довесок дали видно где-то магазин там распродавали довесок дали прокладок кучку большую кучку такие картер двигателя у нас абсолютно новый еще сохранение но цити и не знаю где и взяли короче но она абсолютно новый он еще двухканальный двухканальный наем даже не номеру ведь ничего не пробит это как запчасть было но его на работ варить это так на этом парне будет этот бложек все ждите продолжения не переключайтесь следите за выпусками ставьте пальцы вверх вниз кому чё понравилось не понравилось оценивайте делитесь друзьями все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь